Изучение правил дорожного движения для этих ребят уже хорошая привычка. На заключительную смену светофор в лагере Арго собрались 230 детей. Все победители районных конкурсов и фестивалей по безопасности на дороге. Перед началом учебного года обновляют и закрепляют знания. Сентябрь у нас действительно очень сложный, и август у нас уже начинается сложный. То есть 20-е число – это прибытие всех детей, практически основной массы в город. И как показывает у нас статистика основная, у нас бывает всплеск, небольшой, но всплеск дорожно-транспортных происшествий. В основном это по детям, где вина, дети являются пешеходами. В этом году в Самаре произошло 51 дорожно-транспортное происшествие с детьми. Три ребенка погибли. Почти во всех авариях дети были пешеходами. Чтобы уметь переходить дорогу, вместе с педагогами школьники проходят дорожный квест. Это очень важно, как я сегодня сказал, на линейке. И не только это все знать и изучать, но и в повседневной жизни, каждый день это все применять, объяснять, помогать тем, кто не знает. Смена очень важная. Безопасность детей для нас превыше всего. Вы сейчас смотрите и рассказываете мне про эту дорожную ситуацию. Как предупредить дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. В программе квеста 9 заданий. Команды по очереди проходят испытания. Отвечают на вопросы инспекторов ГИБДД, отгадывают загадки. В специальном дорожном городке отрабатывают навыки езды на самокате и велосипеде и фигурное вождение. В пункте медицинской помощи вспоминают, как оказать помощь пострадавшим до приезда врачей. Смена светофор короткая, всего 10 дней. Но организаторы надеются, полученных знаний хватит надолго. В лагере намерены проводить такие заезды каждый год. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События. Олеся Корецкий говорит.